Георгий Романов из студии 198 приветствует вас мой маленький любитель фотографии. В этом выпуске давайте с вами немножечко поговорим о том почему в интернете мало полезных информационных обучающих видео и причин этому на самом деле не так и много смотрите я коммерческий фотограф я зарабатываю тем что продаю свое искусство и ремесло фотографии бизнесу тот ролик который сейчас вам записываю я по сути делаю для себя и для вас и он не приносит мне денег ну практически совсем ли либо если приносит то исключительно когда на ты который я трачу на творческое направление денег с этого не хватит даже для того чтобы прожить и месяц поэтому выбирая между тем какое направление развивать я естественно трачу большую часть времени в то что приносит мне больше денег такова правда жизни безусловно есть каналы англоязычные возможно даже русскоязычные которые обучают полноценно фотографии но делают это в несколько ином формате например в формате продажи курсов продажи вебинаров и прочих таких вещей смотрите в чем заключается суть интернета как она вся появилась на заре до ютуба но это бы все было довольно таки просто мы заходили в браузер открывали поисковую строку и там вводили как например пользоваться вспышкой высвечивался высвечивался результат поиска страницы ранг ты открывал и читал как пользоваться тем или иным функцией гаджетом предметом в общем находил ответ на свой вопрос сейчас видео более популярный формат потому что она помимо того что вы читаете там еще люди показывают непосредственно как это делать но суть от этого не поменялось в процессе использования какой-либо вещи или изучение какого-либо предмета вы сталкиваетесь с проблемой и вы хотите ее быстро решить то есть вы вбиваете конкретный запрос и хотите получить нее конкретный ответ желательно который будет умещать себе одну две три минуты а теперь друзья почему тяжело получить хороший обучающий контент дело в том что чтобы записать один вот такой вот коротенький ролик нужно потратить очень много силы времени это делается только в том случае если это является твоей основной работой и я честно скажу что я предполняюсь перед людьми которые занимаются обучающей деятельностью потому что зачастую это исключительно лишь альтруистические вещи которые еще раз говорю не приносит денег они могут приносить денег только в том случае если после выхода видео вас призывают перейти на какой-то мастер-класс в бнар и все в таком духе это нормально потому что люди хотят заниматься конкретно этим и они хотят на это жить это нормально друзья и точно также если вы хотите обучаться чему-либо если вы хотите постичь ремесло какое-либо то вам нужно искать не ответы на вопросы а вам нужно вливаться в процесс это очень разные вещи когда мы смотрим видео обучающие в интернете но не применяем это на практике мы получили ложные знания мы получили представление о том как это работает и с этим ложным представлением формируем понятие о ремесле а это неправильно правильно когда мы получили обучение да то есть мы посмотрели поучаствовали в каком-то мастер-классе один час два часа три часа и потом на практике эти знания закрепили только тогда это работает и я лично не знаю ни одного скажем так обучающего видео которое бы смогло обучить фотографа от начала и до конца за короткий промежуток времени это невозможно это скажем так то волшебная таблетка которую когда вы сидите вы почувствуете себя вроде как лучше но на самом деле ничему не научитесь от слова совсем ну ладно все это я говорил лишь потому что я не очень хочу снимать обучающий контент потому что опять же как я говорил мне нужно развиваться и продавать себя как фотографа а снимать обучающие видео это очень долго и муторно поэтому я снимаю шляпу перед теми кто снимает хороший крутой обучающий контент вы ребята молодцы учителя очень нужны полезны ну а я конечно постараюсь о чем-то вам рассказывать в формате говорящей головы потому что это несколько проще чем снимать один полноценный ролик а потом тратить еще несколько дней на его выпуск хотя кто знает кто знает как говорится все возможно в этой жизни тем не менее научиться каким-то маленьким фишкам или вот именно получить представление с помощью видео возможно как пример я увлекся темой легкоходства хотя я совершенно не легкоход и совершенно не собираюсь какие-то там пешие походы но когда я посмотрел гаджеты которые используют технологии которые там применяются принципе параметры рюкзаков спальников палаток и все такое прочее я получив представление смог это примерить на себя на свой опыт и понять а находится ли мое снаряжение примерно в том направлении в котором я хотел бы его видеть нахожусь ли я в той форме в которой например я бы мог или не мог бы пойти в поход в общем именно вот получил представление но я не пошел в поход я не собрал рюкзак и именно поэтому друзья если вы будете смотреть обучающие видео по фотографии не применять их на практике вы не будете расти вот то есть это простая мысль которая вам хотел донести но как еще раз говорил в этом нет ничего плохого если вам нравится смотреть ролики и вы увлекать фотографии в качестве хобби это классно но опять же не надо применять и расширять эти знания на индустрию потому что практика показывает что в интернете мало чего показывают а у меня там все дорогие друзья георгий романов своем был любил бил заговариваюсь любви вам вашим близким пока